Как бороться с распространением фейковой информации? Об этом говорили сегодня в Общественной Палате Республики. В дискуссии защиты о медиапространства приняли участие представители СМИ, Комитета печати и массовых коммуникаций, члены Общественной Палаты. С докладом выступил эксперт независимого общественного мониторинга Антон Лукаш. Специалист назвал фейки бедой современной информационной среды не только в России, но и во всем мире. По его словам, ложная информация создает у людей ошибочное мнение на те или иные процессы. По мнению эксперта, распространение фейков – это часть информационной войны. Для защиты населения от ложной и опасной информации разработан целый комплекс мер. Есть возможность создать очень интересную модель правильного с точки зрения объективности освещения информации. Все очень просто. Тот, кто нарушает, должен быть найден и наказан, если он злоупотребляет своими полномочиями, в том числе властными. А тот, кто распространяет фейки, тоже должен быть найден и наказан. Это две стороны одной медали. Отравление души и интеллекта людей неправильными действиями. Цель тех, кто распространяет фейковые новости – вызвать у населения неприязнь к обществу, в котором он живет, отмечает эксперт. А поражение в информационной войне – это риск потерять суверенитет и целостность страны, что и произошло в некоторых странах Ближнего Востока. Особое внимание во время дискуссии уделили тому, что с 29 марта 2019 года в России за распространение фейковых новостей введена ответственность. Введен штраф до полутора миллионов рублей. За распространение заведомо ложных и общественно значимых новостей в СМИ и интернете наказание составит для граждан от 30 до 100 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей. Для юридических – от 200 до 500 тысяч рублей.